По сути, наказать хочу всех. Хочу, чтобы Россия и другие государства знали правду. Я не хочу войны, я не хочу право правдить. Вот видишь, я держу сигарету вот в этой руке. Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. Понимаешь? По приказу. Что ты видел на этом видео? Ну, это бред, ну, ерунда. Я скажу, так, да, это жестоко. То, что мы творили, когда заходили в Солидар и в Бахман. Вот это была сцена. Есть такой командир Гильгамеш. Вы меня услышали, нет? Командир Гильгамеш. А из какого подразделения он? Из какого и я. Так. Ну вот. А не выполнить я его не мог. Это вот правильно я понимаю, ров это в ширину метр двадцать, в глубину около двух метров, чтобы человек мог прятаться, и в длину восемь метров, правильно я понимаю? Да, где-то так. И где эта яма располагалась? И где эта яма располагалась? Около казармы. Проходите, как его называют, в Бахмуте, проходите консервный завод, чуть подальше идут казармы. Между этим заводом и казармом, там не выкопанный ров. То бишь, они хотели там, может, укреп какой-то сделать, но не доделали, а ров остался. Вот. Вот это все было там. И сколько там тел, и сколько там человек... Если у вас есть, а? Сколько там человек было в... Я не могу вам сказать... Я не могу вам сказать конкретно, сколько там человек, потому что я не мог там посчитать, да? Ну, если так примерно, я как смотрел, ну, человек шестьдесят, он точно был. А какие-то крики и стоны оттуда доносились, и крики о помощи? Нет. Нет, нет. Нет, крики и стоны там ничего не доносилось. Просто дышало. Эта туша дышала. А криков не было, врать не буду. А сколько человек там дышало, вот из шестидесяти? Ну, я не могу вам сказать, сколько там человек дышало. Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду там смотреть, сколько там человек дышало, сколько там было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали, это уже не наши, уволить всех, все. Что мне было приказано, то я и сделал. Когда вы получили этот приказ, что нужно было сделать? Все, что нужно было сделать, я все сделал. Я все взорвал и все поджег. А сколько при этом гранат использовалось? Штук тридцать, не больше. А они одновременно не разрывались? Я просто не очень хорошо понимаю, как это делается. Ведь если там чеку вынуть, она же взрывается через какое-то количество секунд. Как можно было так тридцать одновременно? Нет, нет, нет. Тридцать одновременно вы никогда не кинете. Это раз. Кидается по одной гранате. Мы сидели наверху. Ну, как сказать, на подгорке. Ров внизу. Ну, сидишь, как яблоки кидаешь. Раз одну разорвал, разогнул, разорвая, разогнул, вырвал чеку, бросил. За какое-то время вторую, третью. У вас времени там было куча. Никуда не надо торопиться. Вас никто не гонит. Был приказ сделать. Ты потихоньку сидишь и делаешь. Куда вы гонитесь? Никуда гнать не надо. Семенами, как можно сказать, обменивались. Это было 8-го, а может 9-го. Ну, я не помню. Вот в этом февраля месяца, 2023 год. Если меня память не изменяет. Мы в этом моменте сидели в засаде. У нас был приказ. Два из страны ночи сесть в засаду. А часа 8-9 должно было быть обмен пленными. С Бахмута. И мы отдавали пленными Бахмут. Два автобуса. Я не помню, 79 человек были. Восемь из девять. Ну, как такое. И вот когда произошел обмен и уехали журналисты и военные Украины, что потом произошло? Ну, ничего потом. Потом произошло массовое. Хотели перейти на нашу сторону. Ну, мирные жители выходили. Ну, сперва все было нормально. Все выходили. Но был приказ 4-го МАИШО. И всех, кому больше от 15 и выше, всех сразу расстреливать. Без. Ну, просто без слов. А когда уже начала артиллерия работать украинская, тогда уже все рассосалось. Вот и все. И сколько вот тогда, вот этого, в феврале 23-го года, вот из, было расстреляно из числа мирных жителей человек? И сколько из них было подростков? Вы так говорите, из мирных жителей. Ну, это как-то неправильно вы говорите, из мирных жителей. Хорошо, из украинцев. Я не думаю, что вы... Хорошо. И вопрос такой, из числа... Из 15, из 16, давай, давай, я понял вас. Из 15-16-летних, эти вот украинцы, я бы не сказал, что они мирные жители. А сколько было из них расстреляно? Ну, я не знаю. Ну, человек 24, может, 23, может, 20. Вот где-то вот в этом примере. Это только около 20-ти было 15-16 лет или вообще в общем объеме? Нет. Из этих расстрелянных 24, там, может, 25, я не буду говорить, сколько. Ну, этих 15-летних было расстреляно, ну, 15, 16, 17-летних было расстреляно человек 10 точно. А они выходили без оружия, не в военной форме, в обычной одежде? Да, они выходили без оружия, но когда они поднимали майки, поднимали руки, там такие наколки были, что тут уже некуда деваться. Ну, сами понимаете, у нас больше расстреляют за наколки, чем за... Так, что вы хотите сделать? Я не мог ничего сделать и не имел права ничего сделать, не имел права открыть. У нас был противник, у нас команда была от Гогена, уничтожая, от Горшина. Айсман у нас есть, командир такой Айсман, потому что если мы нарушим приказ Айсмана, нам придет тем. Нас Айсман аннулирует всех, приедет и аннулирует. У него еще есть люди, специальные, есть на гражданке люди. Слова Пригожина, убивать всех, никого в плен не брать. Это нам было сказано Пригожину. Нажать нам, давать команду. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех. И мы шли, мы приехали, последняя партия, 150 человек. Мы приехали, выгрузились. Вот, 150 человек мы приехали. Вагнерсов приехало 150. И нам была зала команда уничтожить на пути, на своем. Зачистить и встать в оборону. Ну, то бишь, в окружении. Любыми путями. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети. Ты понимаешь, вот на этих руках сейчас. Понимаешь? До конца лет. И меня, в смысле, заболевали. Она въезжит. Она маленький ребенок, понимаешь. Ей 5-6 там год. Я не знаю, 5 лет. А я выстрелил. Ты понимаешь? Контрольный. Ты понимаешь? Я никого не должен был выпустить. Никого. Хотя была команда дата на зачистку. Ликвидаст всех, кто мне встает на пути. Кто давал такие приказы? Ну, смотри, начинаем сверху. Ну, у меня был Корша. Айсман, ну, это Сталин. Это первый изначально командир, потом Корша. Но над ними есть Пригожин, который нам сказал не дать выхода никому. Всех уничтожить. Ты понимаешь? И мы выполняли приказ. Даже гражданским, даже детям. Никого. И мы даже выбили выпустить в тот день. Никого. 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 Иди еще раз подчеркну. Никого. Ну, когда я встал в подвал, я встал в подвал. Там были дети. И мне была команда не выпустить никого. Ни одного. Я выполнил команду и никого не выпутил. Я положил там все. Мои группы. Вот моя группа, мы всех оставили там. Вот мы зашли в группы. Но мы никого не выпустили. Понимаешь? А сколько там было человек? И сколько из них было детей? Детей было около 40. В целом 300, 400. У меня не было выбора. Я не мог ничего делать по-другому. Я была команда на уничтожение всех. Подожди, подожди, подожди. В по два это сколько же? Это огромный какой-то подвал там был, если там 300 человек было? Это был большой дом, девятиэтажка. Чтобы ты понимал. Это был девятиэтажка. Дом. Большой дом. Вот. Мне говорят, Родов, повтори команду. Я говорю, ноль. Не повтори команду. Я говорю, ноль. То есть ноль. Это обнулить всех. Понимаешь? Ну, хода назад нет. Я дал команду, обнулить всех. Всех обнулить. И я зашел туда, и все были ноль. Просто в ноль. Не поршень принимал решения, а мы уже выполняли. Мы выполняли. А какие решения он принимал? Ну, если есть информация для штаба, он оставлял. Ну, девчонка там, снайпершек был. Это редкий случай. Я сказал. Вот. Редкий случай. Командир взвода он оставлял. Командиров направления оставлял. Для беседы дальнейшей. Это, знаешь, из 100 троих он оставит. А остальных нам приходилось ликвидировать в ноль. Ну, ты имеешь в виду украинцев, да? Да, захваченных в плен. Да. Мы их ликвидировали. Мы их сразу уничтожали. В основном ликвидировали ножом. Штык ножом. Просто перерезали в лодку. На месте, на видео. Да, снимали перерезали. Если честно. Когда он брал кувалды, мы брали кувалду и забивали кувалду. Это, если он поедет, это его метод нашего Пригожина. Он любитель. Сколько человек вот так вот реально с помощью кувалды убили? Ну, как бы при тебе, то, что ты видел? Ну, 28 я видел, кого убили. Но это украинцев, это не россиян пятисотых. Ну, нет. И наши, и те вместе. А сколько из них украинцев, сколько из них россиян было? Ну, в основном наши были, бегущики. А вот этот вот, а вот это вот рассказывали, вот этот, Евгений Нужин, который там сбежал. Ну, сбежал, да, ну, знаю, я за кого-то говорю, ну, и что, ну, хорошо, давай. Да, да. При тебе его окувалдили или уже, или до тебя это было осенью? Это было до меня. Я приехал, нам показали видео. Потом привезли его, ну, типа его, вот. В подвале все происходило в Томи. Вот. Ему сказали, что говорить, он говорил все. Как ему сказали, под диктовку, он все говорил. Но его реально убили с помощью кувалды? Или это специально такое видео постановочное сняли? Его убили. Его убили. У нас в 11-м бараке, а он был в 6-м. И я знаю, только погоняло его. И также у него был такой же был позывной, разумный. Его расстреляли демонстративно. То бишь, позвали всех новых заключенных, которые приехали, и расстреляли при них. А так, как у него были заслуги перед отечеством, грубо говоря, так говорить. Перед смертью ему дали покурить. И Валуич его сам лично расстрелял. И всех расстреляли, всех четверых. А красных вы... Расстрелил их лично Валуич. Да, красных, в чем? А расстреливал Валуич, да? Валуич. Валуич. Он издевался над этим кашниками. Расстреливал... Он издевался над этим кашниками. Расстреливал... Меня... Меня просто буквально... В пьяном виде... Немного. Понял я был? Пьяный с ребятами. Да. Мы сидели с ребятами пьяными. Я не знаю, каким образом он на меня вышел... Вышел... Шантажем. А то, что я рассидел... То есть, вам угрожали. Правильно я понимаю? У меня, да. У них есть компромат против меня. Компромат, да? То есть, они заставили вас сказать то, что вы сказали в фильме. Правильно? Не то, что правильно. Это... Правильно. Я... Я был и вынужден сказать, потому что мне не было... Он этого... Приложен. Вон... Мужик в нашей жизни спас. И он там льется как надо. Просто меня сейчас пытается эксплуатировать. Понял? Эксплуатировать. Ну, как презерватив. Еб***ь. Эксплуатировать. Не знаю, что я делаю. Эксплуатировать. Я воспользуюсь моей прошлой жизнью, моей прошлой судимостью. Понял? Что ты... Ты просто... Ты просто... Там есть такая хрень. Видеосъемка была у них. У них есть видеосъемка. Где меня там убивают, издеваются, насилуют меня. Понял? Угу. Я не хотел... Я не хотел, чтобы это было в своем. А у них эти кадры были. Угу. Вот. У них эти кадры были. И меня этими кадрами... Шантажировали. Шантажировали. Я, б***ь, един... Единственное, что хочу, чтобы эта война закончилась. И мое мнение... Абрик, вот, Григорьев, вот, по-честному я вам скажу. Угу. И он нас держит, держит, базара, базара нет. Он нас держит серьезно, вот так. И то, что там было сказано, это было сказано под диктовку. Угу. Это достаточно этого, ну, что там было. И я сказал, это все под диктовку. Как мне это сказали, нарисовали на листе. Угу. 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 Угу.